Возвращение в Россию архива кинорежиссера Андрея Тарковского всколыхнуло культурное сообщество. Напомним, что передача уникальных предметов состоялась в Юрьевце, городе, с которым связано детство Тарковского. Ценный груз прибыл из Лондона. Несколько сотен рукописных и машинописных страниц с пометками автора, фотографий и аудиозаписи теперь будут храниться в фондах Юрьевецкого музея. На пресс-конференции в Москве журналистам рассказали о подробностях проведенных торгов. У сестры кинорежиссера Марина Арсеньевна возвращение архива вызвало неподдельную радость. Особенно важно сейчас то, что вот это культурное событие произошло в нашей стране, потому что все мы знаем, как сейчас наша культура сдает свои позиции. За исходом аукциона следила не только Ивановская область, но и вся страна. В ходе торгов на архив претендовали представители России, Украины и Латвии. Со своей стороны руководство сотбиса приложило все усилия, чтобы наследие великого кинорежиссера вернулось на родину. Первые материалы, которые появились об этом архиве осенью 2012 года, происходили из недр сотбис. Это имело двоякое влияние на ход событий. С одной стороны, об этом узнало огромное количество людей. С другой стороны, этим патриотическим огнем загорелись разные люди. В ходе торгов цена за архив неожиданно взлетела в разы. Губернатор Михаил Мень поблагодарил всех меценатов, которые помогли выкупить уникальные материалы. Он сообщил, что состоявшийся аукцион стал хорошим уроком для всего региона. Во-первых, это нам всем немой укор того, как мы относимся к своему наследию. И это немой укор нам, что мы недооцениваем мощь этого великого режиссера. То, что больше 20 участников вышло торговаться на аукцион сотби, и это для нас, для россиян, стало вдруг неожиданностью. История с архивом Андрея Тарковского значительно повысила интерес в мире к творчеству режиссера. Вырос спрос на диски с его фильмами и книги. После того, как состоялся аукцион в Лондоне, стали поступать многочисленные обращения от владельцев вещей Андрея Тарковского. В частности, речь идет о мебели, которая ранее находилась в семье Тарковских. Подлинность этих предметов будет определять Марина, сестра кинорежиссера. Все новые предметы, о которых появилась информация в сотби, как и часть выкупленного архива, пополнит коллекцию дома музея Тарковского. Сейчас в фондах находятся всего два предмета, имеющих непосредственное отношение к семье Тарковских. Пепельница матери Андрея и портфель будущего кинорежиссера. Раритеты, прибывшие из Лондона, Марина Арсеньевна пока не видела, но мечтает поскорее на них посмотреть. Тот архив, который оказался у Ольги Сурковой, мне не знаком. Это будет очень серьезная работа и очень рассчитываю на мое участие в ней. Хочу сказать, что там есть такие вещи, немножко я познакомилась с содержимым этого архива, которые вызывают особое внимание. Прежде всего Марине Тарковской хочется прочитать дневники своего брата. Оригиналы этих документов, по ее мнению, прольют свет на отдельные моменты жизни кинорежиссера. А потому будет положен конец многочисленным подтасовкам фактов биографии Андрея Тарковского.